всем привет меня зовут таня и вы на моем канале сейчас расскажу а это новая рубрика которая называется новости туризм рубрика появилась совершенно не случайно свое время я окончила университет по специальности специалист по туризму и сервису и успела поработать во всех отраслях туризма сейчас я занимаюсь самой приятной путешествую сама и веду об этом свой блог и чтобы он стал для вас еще полезнее я буду собирать новости туризма рассказывать вам о них а также высказывать свое очень экспертное мнение а начнем с новости которая пришла к нам из евросоюза еще в 2014 году европейский суд запретил авиаперевозчикам взимать пассажиров плату за провоз ручной клади но в документе который был издан было указано что запрещается взимать плату за провоз ручной клади которая соответствует разумным габаритом и вот эта трактовка разумным габаритом к сожалению трактовалась авиакомпаниями на свой лад поэтому они взимали плату выводя ее за стоимость тарифа таким образом тариф номинально уменьшался на авиабилет но увеличивался если человек хотел взять с собой на борт самолета ручную кладь уже в октябре будет пересмотрен этот закон и таким образом мы ожидаем что наконец-таки авиакомпании перестанут жонглировать правилами так как удобно им и наконец-таки введут нормы провоза ручной клади которая будет включена в тариф совершенно бесплатно хотя возможно это отразится на стоимости авиабилетов которые поднимутся по каким-то другим причинам и раз уж мы заговорили об авиакомпании то следующая новость будет новость напоминания все крупные туроператоры разослали последнее время своим агентом напоминание о том что соответствует федеральным законом российской федерации от 15 ноября 1997 года номер 143 об актах гражданского состояния все документы удостоверяющие личность выданы на территории российской федерации считаются недействительными если были заламинированы я подозреваю что чаще всего с этим сталкиваются родители которые заламинировали свидетельство о рождении своих детей поэтому прежде чем забронировать билет на самолет лишний раз убедитесь что все документы у вас в порядке и помните что действительными считаются только оригиналы документов никаких ксерокопий самая громкая новость которая появилась заголовками на всех сайтах связанных с туризмом и с новостями звучало так таиланд сделал безвизовое пребывание на территории своего государства для граждан российской федерации на 60 дней новость конечно замечательные и все перелетные птицы сейчас радостно хлопают в ладоши предвкушая как в эту зимовку и мне придется выезжать из таиланда на экскурсию в камбоджу на один день но новость не без ложки дегтя дело в том что как и раньше заезжая в таиланд вы получаете штаб который разрешает вам находиться на территории таиланда в течение 30 дней абсолютно легально но вот по истечении этих 30 дней нужно продлить за дополнительную плату еще на 30 дней свое пребывание в государстве таиланд дополнительная плата составляет 1900 бат за человека по сегодняшнему курсу это чуть более 5000 рублей поэтому подготовьтесь к этому и не забудьте что озаботиться вопросом продления своего нахождения в стране необходимо как минимум за два-три дня они в последний день удачной нам всем зимовки один из самых крупных люксовых брендов louis vuitton объявил о создании отеля первого отеля имени louis vuitton находиться он будет в париже и для этого компании придется отказаться от своего самого крупного главного офиса который расположен на елисейских полях прямо сейчас в этом здании проходит реконструкция реконструкция здания которое находится не просто в самом сердце парижа а имеет потрясающий вид на окрестности центральной части парижа такие как эйфелева башня и собор парижской богоматери уже в 2026 году отель гостеприимно распахнет двери для своих поклонников и любителей тяжелого люкса очень интересно посмотреть что же такого интересного там будет внутри самое главное что помимо отеля шикарных люксовых номеров на первых этажах будет находиться один из самых крупнейших бутиков бренда гиды michelin не сидели сложа руки последние пару лет и в 2024 году нас ждет альманах который будет включать себя 5000 отелей 120 странах которые были отобраны специальной командой гидов michelin для того чтобы рекомендовать нам самый лучший отель который вы можете себе представить или найти для своего отдыха ключиками будут помечаться отели которые соответствуют строгой классификации безусловно упор делался на архитектуру здания отеля на его дизайн ремонт качество уровень сервиса и техническое оснащение самые строгие рамки которые обычно заявляются гидами michelin смогли пройти не так много отелей что ж будет очень интересно взглянуть кто же попал в этот список 2024 году нас ждет немало открытий и возможно многие горячо любимые отели окажутся в этом списке и в заключении не совсем туристическая новость но реалии сегодняшнего времени таковы что для путешествий некоторым из нас придется релацироваться и если вы хотите получить внж в соединенных штатах америки то самое время поучаствовать в лотереи green card которая началась 5 октября и продлится до 7 ноября я вам советую не откладывать это дело в долгий ящик и заполнить анкету на сайте который вы можете увидеть вот здесь это единственный сайт он официальный запомните анкету легко и просто даже если вы не владеете английским в совершенстве используйте переводчик безусловно сейчас на страницах интернет огромное количество предложений о помощи в заполнении анкеты я уверена вы справитесь с этим сами там нет ничего сложного результаты будут объявлены в мае желаю вам удачи я надеюсь эта рубрика придется вам по душе вы подпишитесь на мой канал поставите лайк а я буду стараться как можно чаще выходить к вам самыми интересными новостями оставайтесь со мной на канале впереди у меня множество интересных роликов как про туризм так и про путешествия до новых встреч всем пока